Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! Да. Наши новостники уже успели у вас взять комментарии. Первые впечатления о городе собрать. Я знаю, что у вас была экскурсия по городу. А я знаю, что вы еще в ВУЗ даже не успели. Нет, не успел. Зато успели в Герцогской библиотеке. У меня была обзорная экскурсия. Могу сказать совершенно искренне, что я точно хочу сюда вернуться. И надеюсь, я прочту лекцию настолько хорошо, чтобы меня пригласили еще раз. Вот, прекрасно так все сложилось, благодаря руководителю проекта «Лекции в политехническом». Наталья Ивановна Поспелова. Наталья Поспелова, да, которая вот просто, понимаете, кто-то мне пишет в Фейсбуке, я откликаюсь, и вот я здесь. Прекрасная совершенно история. Это такая очень современная история, продвинутая. Да, и так всегда, сейчас практически у меня всегда так бывает. Ну, надо сказать, что Леонид, наш коллега, он журналист, вы журналист. Вы ведете свои программы на культуре и на «Серебряном дожде». Я ничего не путаю? Да, у меня есть своя программа о литературе на «Серебряном дожде». Я, наверное, уже не журналист в том смысле, что я не занимаюсь новостями, там, если угодно. У меня есть авторская программа о литературе на «Серебряном дожде». Ей уже 12 или 13 лет. Ого. Вот, называется она «Каменный гость». Кроме этого, у вас есть свой проект в интернете? Да, у меня есть свой проект в интернете, потому что в какой-то момент я вообще 23 года преподавал литературу в школе. Вот, а потом... Я так замолчала, потому что это многое о многом свидетельствует. Да, в основном о расстроенной нервной системе. Чьи? Ваши и детей, и родители? Нет, нет, нет. Дети стойкие, родители тоже. Вот, а потом я стал заниматься, скажем так, это тот же урок литературы, но на других площадках. Я стал работать на радиостанции, и в какой-то момент я стал читать проститические лекции. У меня есть свой действительно проект в интернете, который называется «Я читатель». Это на самом деле мобильное приложение для айфона и для андроида, и его можно скачивать и слушать мои лекции пока в пробках, или в самолете, или в поезде. Это моя лекция о литературе, о кино, о культуре, немножко об истории. Это такой просветительский проект. Да, я когда заглянула в интернет и посмотрела несколько ваших видео... Кстати, надо сказать, что есть форматы большие, есть форматы короткие. То есть если есть мало времени, можно посмотреть какой-то короткий формат, короткий монтаж. И вы там говорите, когда спрашивают, вот я сегодня подругу регистрировала на лекцию в политехническом, она говорит, о ком он будет говорить, он на ком специализируется, на классиках или на современной литературе? Я говорю, слушай, у нее там от Селлинджера и Гоголя до Оксимирона вообще-то. Да, да, да. Дело в том, что, слава богу, знаете, так же, как гуманитарная наука больше не делится, там, не знаю, на литературу ведения и историю, вот, как бы, граница смытая. Ну, в смысле, вот, как бы, там, у современной ученой он никогда не бывает филологом или историком. Он, это вот всегда где-то на границе. Также, на самом деле, нет никакого больше разделения на, там, не знаю, древнюю литературу, с 19 века или современную, потому что меня интересует то, что может заинтересовать читателя. Истек ли срок годности у Пушкина? Нет, не истек, мы можем его читать. Можем. То есть, мы можем читать Евгения Онегина. То есть, мы уже не понимаем, что мы некоторые слова не понимаем, но вы Евгения Онегина можете прочесть без словаря. Если вам не интересен Евгений Онегин, то это означает, что у вас там плохой преподатель литературы. Точка. Но Пушкин, в принципе, доступен читателю. Кроме Пушкина, читателю может быть интересен, там, не знаю, Зуболотский, который у вас родился, или там еще кто-нибудь. Условный Оксимирон, о котором там я тоже сделал лекцию, ну, это такой вот, ну, там, перепев раннего Маяковского, который тоже у вас был в городе и читал лекцию. Верно, да. Понимаете? Перепев раннего Маяковского. Для человека, который заходит в книжный магазин, не так важно, когда это было написано. Важно, это живое или неживое. Поэтому я не делю литературу на современную и на условно-классическую, на русскую и на переводную. Я не делю ее на жанры. Есть вещи, в которых есть смысл и образы, и они доступные, понимаете? То есть можно сделать лекцию про слово о полку Игореве, но вы никогда не начнете читать слово о полку Игореве. Это совершенно закрытый текст. Ну, в смысле, он интересен историкам, он интересен... Вот здесь на уроках истории. Но вы перед сном не будете читать слово о полку Игореве. Точка. Ну, просто не будете. Поэтическое предложение Заболоцкого, а слово о полку Игореве прочесть можно, но это, извините меня, вторая половина XX века и все. И там, например, я не знаю, повесть о Петре и Февронии вы тоже не будете читать. Ну, потому что... Вот не будете. Это можно читать для образования, для филологов. А вот, допустим, над пропастью Воржи вы будете читать? И Пушкина будете читать? Все. То есть, понимаете, есть тексты, которые можно... Которые для массового читателя закрыты. И даже если вы просчете о них лекцию, эта лекция, ну, там, на Арзамасе его можно повесить. Ну, в смысле, вот для образования. Да, еще раз акцентируем, что нужно смотреть и слушать Арзамас. У нас как-то не очень слушатели еще освоили этот ресурс, но еще раз акцентируем. Вы отключаете таких слушателей эту фиру, которые не знают, что такое Арзамас. Понимаете? Арзамас – это очень, в самом хорошем смысле, высоколобая вещь. И там прям большие ученые выступают. Это интернет-продукт, надо сказать, посвидетельский продукт. Это совершенно невероятно прекрасный, объемный, прекрасный продукт, во главе которого стоит Филипп Зитко. И они уже несколько лет, скажем так, вот такая экспансия, продуманная, медленная и неуклонная такая экспансия по захвату вот такого литературного, культурного пространства. Я хотела, Леонид, обратить внимание, все-таки меня не оставляет в покое ваш опыт работы в школе. У меня сестра филолог, она прекрасный преподаватель литературы русского языка. Поклон ей. И у нас не всегда спор по поводу того, можно слушать Оксимирона или нельзя. Можно вообще об этом говорить или нет. Кому можно? Учителям прежде всего, потом, конечно, детям. Вот эти все интернет-продукты, которые я регулярно скидываю ей ссылки, мы это все знаем, мы это все там проходили. И она очень категорично бывает в своих суждениях о том, что можно слушать, что нельзя, что можно интегрировать в школьную программу, что нельзя, и вообще нужно ли ограничивать детей в том, что они там ищут в интернете с точки зрения подготовки к проектам или собственных интересов. И что ваша сестра считает, что нужно ограничивать? Она довольно консервативна в этом смысле. Смотрите, значит, я могу так сказать, что сама школьная программа это уже, конечно, страшная архаика. Я вам объясню очень простую вещь, что вот нас сейчас там слушают ваши слушатели. Полмиллиона человек. Да, в этом прекрасном городе. И кто слушает, может сам себя спросить. Он закончил школу? Сто процентов людей скажут да. Он закончил вуз, ну не знаю, 80% или 90% ваших слушателей скажут да. И теперь третий вопрос. Вы прочли полностью войну и мир? Ну, в смысле, ребята, не надо себе врать. Полностью вы прочли, ответ нет. Что это означает? Что у нас есть старинная русская забава, которая называется обмани самого себя. Все дети знают, что они не читают войну и мир полностью. Все родители это тоже знают, потому что родители были детьми. И они знают, что это невозможно прочесть. Учителя знают, и методисты знают, и министр образования тоже это знает. И даже президент это может знать, поскольку он тоже учился в этих же условиях. Но при этом мы загоняем в школьную программу вот эти сотни страниц, тысячи, которые прочесть невозможно. Когда я говорю невозможно, это не потому что Толстой плохо писал. Я очень люблю Толстого, у меня есть лекции про войну и мир, и я очень люблю делать лекции про войну и мир и рекламировать этот роман. Но ясно совершенно, что все четыре тома в школе пройти невозможно. Во-первых, их невозможно прочесть просто физически, если вы не гуманитарный класс, и вы не готовитесь на филфак. Во-вторых, есть четвертый том, где там концепция истории. А в-третьих, сколько часов по программе, сколько часов есть? То есть ясно совершенно, что это полная архаика. Ну, невозможно за какой-то десятый класс изучить Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова, Островского. И список можно продолжать. Это как прием у врача сейчас, пять минут на пациента. Именно, понимаете? Значит, каким образом решается прием врача? У вас есть деньги, и вы идете к частному врачу, или вы идете к этому же врачу в другое время, или вы умираете. Здесь то же самое. Мы либо обратимся к реальности, и, например, скажем так, дорогие прекрасные дети, роман «Война и мир» с вами будет всю жизнь. И вы прочтете его, но вы прочтете его тогда, когда у вас будет время. А сейчас мы, например, вас знакомим с несколькими сценами. Или мы вас знакомим, окей, с первым томом. Или мы знакомим вас, мы читаем столько, сколько у нас есть времени. Каким образом школа относится к ученику? Примерно так же, как прокурор к преступнику. Что пока ученик находится в наших стенах, мы его можем заставить что-то сделать. А потом, мы же знаем, что он больше к книжкам не вернется. Поэтому давайте запихнем в него побольше текстов сейчас. На самом деле нужно относиться к ученику как к любимому ребенку. Что вот ты сейчас только попробовал, а дальше вся жизнь впереди, она настолько прекрасна у тебя будет, дорогой Ваня, что ты, конечно, откроешь «Войну и мир», потому что это просто здорово. А у нас по-другому. Ах, ты такой гад, не знаешь, значит, зачем Андрей Балконский бодался с дубом. Мы тебе оставим двойку. Но потом, конечно, Ваня в какой-то момент уже оканчивает школу. И он никогда не открывает «Войну и мир», потому что он помнит это оскорбление и унижение. Горький вкус остался. Да, потому что Лев Николаевич Толстой точно не писал этот роман для того, чтобы человеку до 18 лет ставили двойки, оценки и вообще манипулировали его жизнью с помощью авторитета какой-то книжки. Ну, эта ситуация абсурдная. Поэтому, думаю, что сама школьная программа нуждается, ну, не просто в корректировке, понимаете, или там в следующий момент. И ее корректируют бесконечно. Да и там нечего корректировать, на самом деле, если так серьезно говорить. Понимаете, ну, например, есть еще такая тема. Школьные учебники. Вот школьные учебники. Вот единый школьный учебник. Вот не единый школьный учебник. А давайте такого автора. А такой... Это все позапрошлогодний вообще снег, потому что существует такая вещь, как Арзамас. Потому что... Возвращаемся. Вот у меня есть собственное приложение, которое называется «Я читатель». Вот прям, что называется, рекламирую. Где там больше 40 лекций моих собственных, вы можете взять и послушать. Вы можете послушать, открыть YouTube, и даже не называя имя лектора, послушать, там, не знаю, там, лекции о Пушкине. Куча, там, не знаю, Быков, Архангельский. Выбирай, да, подачи. Дима Бак, там, тот же Клеен, куча людей из Арзамаса. И это перечислять еще можно долго. Вопрос, какие учебники? Вот живые авторы уходят в интернете. Завтра это будет в Инстаграме. Я вот, например, сам веду Инстаграм. Вот я веду Инстаграм не для того, чтобы, так сказать, там, фоткать себя на фоне Трифоновского монастыря. Так называется, да? Трифоновский монастырь. Или там еще что-то. У меня культурный Инстаграм. Я там его называю Инстаграм, который можно читать. И я говорю там только о литературе, о культуре, о фильмах, о кино. Вопрос, какие учебники литературы? Какая школьная программа? Все это должно быть давно в Инстаграме. То есть, по идее, учитель должен приходить на урок, у детей должен быть, как бы, там, открытый, не знаю, там, Инстаграм, что и тогда. И дальше все это можно обсуждать. Это не значит, что не нужно читать книжки. Просто очевидно, что учитель, как единственный человек, который что-то знает, и, главное, знает правильную точку зрения, но это давно ушло. В вашем понимании. Ну, это присутствует, конечно, в школе. Да, да, да. Повсеместно. Да, да, да. Это присутствует в школе, но это приближает... Ну, сейчас совсем другая ситуация. Прорыва не будет, пока мы не изменим свое отношение к этой истории. Леонид Клейн, автор и ведущий литературных программ на радиостанции «Серебряный дождь», журналист, публицист, старший преподаватель Рон Хиггс, основатель интеллектуального клуба «Самое важное» и создатель мобильного приложения, собственного проекта аудиолекции «Я читатель». Сегодня, 14 декабря, когда мы записываемся, в 5 часов вечера у Леонида в нашем опорном ВУЗе лекция, открытая лекция в политехническом, так называется цикл этих программ, цикл этих лекций. И мы давайте сейчас обратимся к теме этой лекции, с которой вы приехали. Кстати, кто вам обозначил тему? Вы сами выбирали или вас попросили? В процессе обсуждения выработался. Ну, декабрь, вон там у вас ёлка ставится, но как-то уже, понимаете, все уже нацелены на запах мандаринов и приготовление салата оливье. Но мне кажется, что зимний предновогодний месяц, он как-то так провоцирует тему. Тема моя называется так. Снег идёт или как отметить Новый год и Рождество вместе с литературой? Вот, мы эту тему вместе выбрали с замечательной Натальей Поспеловой, которая является руководителем проекта «Лекции в политехническом» и по приглашению которой, по приглашению университета и ректора. Вот я, значит, здесь нахожусь. Большое всем спасибо. Тут такая подача в анонсе сегодняшней встречи. Автор лекции предложит по-взрослому перечитать главные рождественские новогодние истории, вспомнить знаменитые стихи, сюжеты и так далее. Что значит по-взрослому? По-взрослому, знаете, был такой анекдот в конце советского времени, когда вот эти генеральные секретарии, то есть руководители нашего государства, умирали очень быстро. Значит, сначала умер Брежнев, который долго правил, потом Андропов раз, тоже умер, а потом Черненко ещё быстрее умер. Ну и там по этому поводу было много анекдотов. И один анекдот звучал так, что сегодня, после долгой продолжительной болезни, не приходя в сознание, это была такая формула советской пропаганды, приступил к выполнению своих обязанностей, но в генеральном секретаре. Вот, не приходя в сознание. По-взрослому это значит прийти в сознание. Проблемам школы, массовой школы, если учитель работает, не приходя в сознание, а учителя очень часто работают, не приходя в сознание, потому что, вы что думаете, средний учитель перечитывает войну в мир? У него что, если на это время, даже если он хотел бы? Вот просто реально, понимаете? У него там 30 часов, классное руководство, проверки, повышение, квалификации, журнал, пятый, десятый, весь этот бред. А когда ему почитать Толстого? Когда он в последний раз сам читал Толстого? Это я сейчас, кстати, серьезно совершенно говорю. Летом, понимаете, у него что есть, там у среднего российского учителя есть возможность там куда-нибудь поехать на Бали, лежать на пляже, читать Толстого? Нет, мы все прекрасно знаем. Так вот, приходя в сознание по-взрослому, это значит читать медленно, задавая себе вопросы и как-то соизмеряя себя с текстом. Именно поэтому, кстати, нельзя гнать в школе. Поэтому весь этот план абсолютно, так сказать, контрпродуктивен и вреден, и вообще как бы духовно вреден. Понимаете, роман там пишется, или даже стихотворение иногда пишется. Иногда стихотворение может очень долго рождаться. Иногда там, например, допустим, там знаменитая стихотворение Державина «Бог», оно там писалось несколько месяцев, он там, понимаете? А мы должны все пройти за 10 минут. Понимаете? А мы благодаря этим текстам вообще осознаем себя русскими, или там европейцами, или вообще людьми. Но это все скорее, 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 скорее. Нам не нужно количество. Это не то количество, которое перерастет в качество. Наоборот, нам нужно качество восприятия текста. То есть вот в этой лекции, которая сегодня пройдет... Я постараюсь. Вы не дадите список 20 обязательных книг, которые нужно прочесть за новый год. Нет, вообще слово... Мне вообще кажется, что ничего не нужно. Понимаете? Ну, как бы нужно платить налоги. Все остальное нужно... А все остальное это уже добровольно. Вот как бы человек свободен. Не надо заставлять читать. Ничего не нужно. Нет ничего такого нужного. Любимая ваша новогодняя история, о которой наверняка вы сегодня будете говорить. Литературная. Уточняю. Знаете, я так скажу... Мне не очень нравится слово «любимая», но я скажу очень значимая для меня история литературная. Роман Солженицына автору, как мы знаем, сейчас исполнилось 100 лет. Путин вот даже памятник открывал. Роман Солженицына в круге первом начинается с 25 декабря. Там какого 50-го или 51-го года. 51-го года, кажется. И заключенные сидят вот в шарашке. В этой такой научной тюрьме, где куется, значит, там... Ну, фактически там... Благосостояние страны. Ну, да. Научный такой прорыв в тюрьме. И они понимают, что сегодня католическое Рождество. И с этого начинается роман. И главный герой, Иннокентий Володин, звонит в американское посольство для того, чтобы сказать, что наши разведчики собираются украсть секрет атомной бомбы у американцев. А там никого нет, потому что праздник. И вот с этого начинается роман. С Рождества. И он начинается довольно... Как бы такой... Почти в такой новогодний кутюрьме. Он начинается очень как бы с таких... Ну, с таких светлых и шутливых тонов в том числе. Хотя понятно, что роман об очень мрачной эпохе. И это, конечно, не случайно, что он начинается с Рождества, и с такого всемирного события. И вообще, что там как бы потом Новый год. И это важная история. Мы... Знаете, мы очень часто... Мы очень часто не видим вот этой рождественской темы в литературе. Вторая моя любимая история литературная, это, конечно, Селлинджер над пропастью воржи. Потому что главного героя Холдена Холфеда выгнали из очередной школы, как мы помним, как раз во время рождественских каникул. И он болтается там три дня в Нью-Йорке. Это Рождество. И это тоже очень важно. Потому что это как бы такое... В такое время перезапуска. Вот, наверное, вот так вот. Две значимые истории. Мы так замолчали с вами. Я понимаю, что Новый год и Рождество, конечно, это самый значимый, наверное, для россиянина праздник. Но единственный праздник, который мы все вместе осознаем как праздник. Ну вот просто праздник. И в то же время это тот самый период, когда мы чего-то пытаемся переосмыслить. В любой форме. Кто-то это делает в виде списка очередного. Кто-то говорит, вздыхая, какой тяжелый был год или как он трудно закончился. Вот сейчас я вижу такую картину, например. Но вообще-то в последнее время каждое окончание года я такое вижу. Наверное, с 14-го или с 8-го даже. Кто-то, наоборот, очень сильно заряженный, строит планы на будущее. То есть самое время и действительно перечитать, и переосмыслить, и перечитать собственную историю. Наверное, вот об этом речь идет, когда люди вспоминают о Рождестве или описывают Рождество и Новый год в литературе тоже. Вы сегодня будете об этом говорить? Да, я сегодня буду об этом говорить. Я не знаю, успею ли я. Но просто еще, понимаете, Рождество у нас еще связано с переменой ландшафта, климата и цвета. Да, вот все-таки Россия становится там снежной. И снег, это все-таки очень... Как-то он сопутствует обновлению. Символично. Да. У Земфира есть такая строчка. Снег пошел, и значит, что-то поменялось. Хорошо, я буду сдержанный и взрослый. Я люблю твои запутанные волосы. Вот, понимаете, снег пошел, и значит, что-то поменялось. И это вообще хорошая поэзия, это хорошая строчка. Она вплетается, она вплетает себя вот в этот такой рождественско-снежный сюжет русской литературы. Поэтому, да, я буду говорить про перезапуск. Это Леонид Клейн. Мы прервемся на небольшой перерыв. Полтора минуты вы можете наслаждаться рекламой, а мы продолжим. Продолжим нашу программу. У микрофона работает Светлана Занько. Сегодня в гостях в нашей студии Леонид Клейн, автор ведущих литературных программ на радиостанции «Серебряный дождь». Журналист, публицист, старший преподаватель Аран Хиггс и гость лекции в политехническом. Открытая лекция, которая проходит в пятницу, в день, когда мы записываемся, 14 декабря. Собирает традиционно полные залы. Мы стараемся знакомить с теми людьми, которых приглашает в ВУЗ, знакомить в нашем эфире, потому что, если кто-то еще не побывал, то вот лично я крайне рекомендую, highly recommended, ходить на эти лекции. И славно, что политехнический, по-старому называю его, славно, что ВИАТГУ приглашает теперь чаще, чаще гостей в свой дом, и можно практически каждую пятницу приходить на эти встречи. И вот там, слава богу, вот подтверждение вашим словам, Леонид, там нет догматов, там нет сухих лекций, там есть возможность задавать вопросы, ощущать, что ты не один в этих обсуждениях. И это очень классно. Поэтому я всячески рекомендую всем зайти на сайт ВИАТГУ и посмотреть, что там будет дальше, потому что теперь уже, поскольку программа выходит в понедельник, в гости к Леониду Клейну прийти вам не придется. Да, только если меня уже смотреть в интернете. Да, и надо еще раз напомнить, это нужно сделать обязательно. Я читатель, это ваше... Мобильное приложение. Мобильное приложение, да. Да, можно посмотреть на смартфонов, в интернете, на обычных компьютерах. Замечательные лекции, короткие и длинные по литературе. Аудиолекции. Вот, не могу не зацепиться, вы перед перерывом процитировали Земфиру. И у меня как-то сразу пошла ассоциация Земфира, Земфира-монеточка, монеточка-рэперы, и вся вот эта история, которая сложилась в последнее время между Государственной Думой Российской Федерации силовыми структурами и рэперами. Уж простите, у нас все-таки эхо Москвы. Мы никак не можем вылезти из этой темы социальной. Вы следили за этой историей? Какое впечатление на вас она произвела? Удручающее впечатление. Я, знаете, как бы, я отвечу серьезно. Одна из задач гуманитарного образования заключается в том, чтобы людям объяснять на каких совсем понятных примерах, таких очевидных, к чему приводит цензура, к чему приводят запреты, к чему приводит такая тупая односторонняя силовая игра с культурой. Понимаете, вот вятки очень много всего связано с Герценом. Значит, колокол издавался до того, как был придуман Фейсбук и даже Инстаграм. Значит, они привозили тиражи из-за границы. Колокол читала вся Россия. Почему? Потому что он был запрещен. Это невозможно было остановить, хотя это было легче остановить гораздо, понимаете? Там было небесдонное количество каналов и так далее, и так далее. Ну вот, ну как, пожалуйста, вы не можете это контролировать, но это просто вот понятно. Значит, Галичу запретили выступать, которому тоже сейчас было совсем недавно сто лет исполнилось, Александру Галичу. Ему запретили публично выступать. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что интеллигенция вся знала Галича. Это было советское время, не было интернета, не было ксерокса, не было принтера, и печатные машинки были чуть ли не, так сказать, их можно было посчитать. Ничего не получается. Теперь у вас скорость распространения информации такая, что никому невозможно было, ну как бы еще там 20 лет назад даже помыслить об этом, было, ну там, трудно. То есть там как бы у каждого в телефоне, в кармане, так сказать, телефон, фактически вся мировая культура, и вы можете в буквальном смысле там одним нажатием кнопки распространить информацию, и вы запрещаете концерт хаски, но это значит, что силовые структуры и Госдума участвуют в рекламной кампании этого рэпера. Значит, это примерно то же самое, как католическая церковь, как Ватикан пытался что-то такое делать с Гарри Поттером в самом начале. Ну, понимаете, как бы, ну, а Ватикан такая тоже... А была такая история, я просто не в курсе. Да, 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 да. Что Ватикан возмутило в Гарри Поттере? Да, возмутило. Я сейчас уже не помню, но что-то возмутило. Понимаете? Ну, невозможно. Ребятам, которые там запрещают концерты, надо сказать, слушайте, вы уж возьмите топор, не эту веточку рубите, запретите интернет. Вот это будет круто. Они ведь не успокоились, вы в курсе? Да, я знаю. Они объявили конкурс среди молодых рэперов до 35 лет на производство патриотического контента. Да, ну, понимаете, они очень удивятся, выиграет его опять Хаски, потому что, ну, в общем, короче говоря, все понятно. Я к чему говорю, что ясно совершенно, что единственный способ запретить условного рэпера является запрет интернета. Но запрет интернета будет рекламой интернета. Дело в том, что я все-таки филолог. Так. И вот у Пушкина есть знаменитая поэма «Медный всадник». И там, когда случается наводнение, выходит Александр I на балкон, в тот год еще покойный царь России правил, значит, печально вышел на балкон, и дальше он произносит фразу «С божьей стихией царям не совладать». Любой правитель должен понимать ограниченность своей власти. Это очень важный момент. Вы не можете совладать со стихией распространения информации. Не можете. Точка. Если вы хорошо учились в школе, вы это понимаете на других примерах. Если вы запрещаете концерт рэпера, то тот человек, кто еще не знал на такой хаски, точно знает, потому что это попадает в новости. Невозможно. Знаете, я человек, родившийся в Советском Союзе, я, например, помню прекрасную историю про то, как мы сбили южнокорейский лайнер. Через где-то дней 10 после того, как мы его сбили, в программе «Время» такая информация. Летел южнокорейский лайнер, зашел на территорию Советской Союза и полетел себе дальше. Думаю, зачем об этом говорить? Ну, полетел себе дальше и дальше. Потом следующее. Зашел на территорию Советского Союза, был предупрежден и так далее. И потом, через какое-то время, сказал, что он был сбит. И потом, они сами виноваты. Я сейчас не говорю, кто виноват. Это было, какой я сейчас запомню, 83-84 год, вот когда это случилось, не было тогда никакого проникновения, даже невозможно было сравнить уровень проникновения. За границу никому нельзя было выезжать свободно. А во-вторых, не было интернета. Тем не менее, Советский Союз должен был на это реагировать. Хотя, казалось бы, господи. И даже сообщать своим гражданам. И даже сообщать своим гражданам. Почему? Потому что интернет подобен проникновению радиации. Понимаете? Вот можно было не говорить про чернобыльскую катастрофу, но, простите, в Швеции почувствовали, что радиация в Швеции. Понимаете, где Припять, а где, значит, и здесь то же самое. Не надо. Вы не хотите рекламировать Хаски? Не надо его запрещать. Потому что культура это вещь автономная. И если вы начинаете с ней конфликтовать, она вас победит. Потому что, как говорила Ахматова, никто не говорит Николаевская эпоха. Все говорят Пушкинская эпоха. Ну, понимаете, Пушкин что делал? Ничего. Все знают, кто такой Пушкин. А все ли знают годы жизни Николая Первого? Нет. Если вы не знаете, когда был убит Пушкин, ну, скорее всего, вы американский шпион. А если вы не помните, когда умер Александр Первый, ничего страшного. Я вот все-таки не могу понять, Леонид, возвращаясь к этим рэперам, а с чего все началось-то? Почему это вдруг такая история случилась повсеместная? Как это так она у нас прокатилась? Что происходит вообще? Никак не могу понять. Они жили себе, жили, давали концерты, кто-то туда ходил, их пасли там, понятное дело, отслеживали. Что происходит вообще? Ну, происходит... Вы поняли это? Я вот не поняла. Да, происходит попытка довольно успешная, к сожалению, реванша и возвращения в прошлое. А рэперы это частный случай. Вот и все, что происходит. В литературе то же самое происходит? Нет, в литературе нет. Вот я сейчас только что общался на прошлой неделе. Два дня назад у меня был эфир на Серебряном дожде с Водолазкиным. Он выпустил новый роман. Там пока цензуры никакой нет. Почему я говорю, что... Почему я сейчас вспомнил Водолазкина? Он выпустил роман, который называется «Брисбен». А в этом романе очень много украинской речи. Прям вплетена украинская речь в русский текст. Но это такой... Вы не посмотрите, такой гимн украинской культуры. Или там гимн, на самом деле, братство этих двух народов. Я думаю, да... Сейчас ему прилетит. Как он вообще издался, да? Ну, нет. Ему не прилетит. Я надеюсь, скажем так. Если прилетит, это будет уж совсем непрофессионально с точки зрения наших прекрасных кураторов. Это тоже благодаря... Вот такая уверенность существует благодаря тому, что есть интернет. Что? Какая уверенность? Что ничего не случится. Что можно будет различные идеи транслировать в литературе? Еще раз. Идеи транслировать всегда можно будет. Другое дело, каково будет... Кого отсекать, кого не отсекать и так далее. Но вот там литература пока совершенно ее не трогают. Вот там Мединский пытается трогать кино. Да, театр. Да, театр. Ну, повторяю, невозможно... Ну, вот как бы, понимаете, ну что, вот они там сейчас будут делать, что там они... Вот они же сделали фильм там про Крымский мост. Да, и не только про Крымский мост. Вот они сделали. Великолепная серия про космонавтов, про футболистов, Да, да, да. Вот они сделали фильм про Крымский мост. Вопрос. Люди это смотрят? Ответ нет. Почему? Ну и дальше понятно, почему. Потому что культура есть вещь автономная. Понимаете? И, кстати говоря, попытки делать фильм про Крымский мост означают на самом деле, что они не очень уверены. в себе. Потому что, если вы делаете что-то, в чем вы уверены, то это будет воспето. Это будет воспето, потому что это вещь объективная. Понимаете, про что я говорю? Вот. Поэтому, кстати говоря, так уж, если отвлекаться от политики, то сам этот Крымский мост, я говорю не про символ, а вот про... Я уверен, что это довольно крутое техническое сооружение. Это в любом случае транспортная артерия, и это архитектурно, очевидно, красиво, и это мощно, и это величественно. Дайте отстояться. Сделают фильм по велению сердца. Понимаете? Не надо печь пирожок, когда еще у вас не созрели колосья, из которых вы будете делать тесто. И да. И вот здесь очень хорошую точку мы можем поставить с вами. Благодарю за эфир. Леонид Клейн, автор и ведущий литературных программ, журналист, публицист. И очень важно, я еще расскажу, у Леонида есть свое предложение о приложении в интернете, приложение для смартфонов. Я читатель. Масса интересных лекций по литературе. Благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо вам большое. Успешные лекции в Политехническом. Там через два часа встретимся. И это не для тех, кто слушает программу в понедельник. Это те, кто следит за расписанием на сайте ВИАТГУ. Спасибо. Спасибо.